Презентажку все заберут, а там записано именно то, о чем мы говорим. Так вот, Windows партизаны. Microsoft партизаны, они какие-то функции вообще говоря не поясняют. А что значит, когда решит Windows? Это вот сколько процентов мусора там должно накопиться. Ведь они не говорят. Вообще, ходят такие подпольные слухи, что Microsoft начинает что-то там чистить, когда свободного места на жестком диске остается, ну, меньше 10-20% от общего объема логического диска. Ну и нормально, пусть так. Понятно. Но повторяю, точные цифры я не знаю. Я пытался у Microsoft это выяснить, я не докопался. Ну, просто у меня терпения, может быть, не хватило. То есть ничего нужного он не вычистит? Никогда в жизни он не вычистит ничего нужного. Как часто ваше решение и больше ничего. Это самое главное. Дальше. Удалять временные файлы, неиспользуемые в моих приложениях. То есть те временные файлы, которые остаются у вас. Это дальше вот этот список идет. То же самое окно. Вот смотрите, вот это уже реальная операционная система. Вот я сюда щелкнул, вот контроль памяти. Вот смотрите, контроль памяти у меня отключен. Вот так я его включу. Вот так я его отключу. То, чем мы с вами сейчас занимаемся. Изменить способ автоматического освобождения. Сюда щелкнул. И получил вот этот большой список. Мы с вами сейчас обсудили, что? Вот этот кусочек ниже. Когда и что удалять? Значит, удалять временные файлы, неиспользуемые в моих приложениях. Мы какое-то приложение с вами запускаем. Естественно, создаются временные файлы. По-хорошему приложение, завершая свою работу, все эти временные файлы должна вычищать за собой. Но этого, к сожалению, не происходит. И вот эти файлы временные, они обычно в папке темп или темп остаются засорять нашу систему. Здесь предложено, что делать. За приложениями самой системы подчищать свободное пространство. То есть это просто чуть ниже. Еще чуть ниже. Удалять файлы в папке загрузки. Если они находятся там более, папка загрузки все знают, для чего нужна. Все, что мы качаем, какие-то программы из интернета попадают автоматом в папку загрузки. И хранятся там до бесконечности. Эти программы нам становятся не нужны, эти файлы нам становятся не нужны, а мы на них забываем. Так вот, если мы сами не вычищаем все это, мы можем попросить это делать операционную систему. Все функции, которые выполняются, посмотрите, они нормально продокументированы. То есть они интуитивно понятны. Здесь, в общем-то, никаких комментариев, кроме того, что там написано в самой операционной системе, чаще всего и не нужно. Согласны со мной или нет? Согласны. Там же, посмотрите, чуть ниже. Я могу, придя в это место, взять и вручную запустить процедуру очистки. Освободить пространство сейчас. Я не буду запускать это в виртуальной машине. Если я щелкаю запустить, то есть очистить сейчас. Начинается процесс очистки. Вы видите, как под этой кнопочкой, которая становится серенькой, неактивной. Бегут вот такие точечки, как прогресс-индикатор. Бегут, 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 выполняются очистки. По завершении этого процесса нам пишут отчет о проделанной работе. Нам говорят, готово, очищено, вот столько-то свободного места. Здесь свободного места совсем немножко получилось у меня. Почему? Да потому что в этой виртуальной машине, собственно, никакой работы никогда не было. То есть это, ну, вот машина для того, чтобы так вот какие-то операции показывать вам, слушателям моим. А вообще, если вы никогда не чистили свободное место, у вас до десятка гигабайт может доходить вот это вот вновь появившееся свободное место. Но при этом только имейте в виду, что сама скорость очистки, все это будет, ну, может затягиваться там на 10, 15, 20, полчаса. И это ничего страшного. То есть это значит, что у вас просто мусора очень-очень много скопилось. Вот такая функция по очистке стандартная в операционной системе Windows 10. Начиная с 17.03. А ранее? А ранее не было. Ну, если у вас и десяточка стоит, вы, наверное, автообновление ее не отключали? Ну, вы посмотрите тогда, какая у вас стоит версия. Все-таки сейчас уже восемнадцатый год кончается. И вероятность, что у вас что-то начинает там, то есть свежее, чем 17.03, она очень-очень большая. Потому что даже если она должна была обновиться, если вы не отключали функцию автообновления в операционной системе Windows 10. А если, допустим, старая версия, то нужно... А если старая версия, это значит, вот этой функции у меня не будет. И я буду работать так же, как работают пользователи операционных систем Windows. Начиная, вообще говоря, там с 98-й, с 95-й, XP, Windows 7, Vista, восьмерка, когда нет такой функции автоматической очистки. Но испокон веку в операционной системе Windows была функция ручной очистки вот этого мусора, вот этой грязи. Причем эта функция работает и запускается совершенно одинаково во всех версиях операционной системы Windows. Семерка у вас, восьмерка... Слушаю. Скажите, пожалуйста, если у меня нет обновления, как вы запустите обновление? Первый вопрос. И второй вопрос. Если запускаю сегодня обновление и чищу, то временные файлы сегодняшнего дня удаляются... Временные файлы удаляются все, которые накопились у вас с самого начала работы с операционной системой. И после того, как вы заново установили операционную систему, вопрос... Когда первый вопрос? Как обновление? Так, ну это, я так понимаю, надо делать такой еще один семинар. А, я так понимаю. Так, вы не отключали автообновление? Наверное, нет, раз не знаю где. Вот, вот это самое главное. Значит, смотрите, это нормальный совершенно подход. Если вы не отключали, то, скорее всего, в установленной операционной системе у вас все это работает. Смотрите, функция. Вот опять это где? Это параметры. Это я щелкнул по главному меню. Вот сюда вот. И по шестереночке потом. Обновление и безопасность не наша с вами тема, но чтобы не оставлять уж совсем без ответа это. И вот здесь вот все это будет. И здесь все это включено, и здесь все это работает. Вот, скорее, как отключить? Вот это вопрос. Отключить не очень просто. И не рекомендуется. Если вы не отключали, значит, у вас все это происходит автоматом. Обновлять систему надо? Покажите мне того, кто считает, что ее не надо обновлять. Тихо, тихо, мы сейчас говорим не о телефонных приложениях, мы сейчас говорим о операционной системе Windows, мы сейчас говорим о приложениях, которыми вы пользуетесь, мы сейчас говорим о персональных компьютерах, в каком бы варианте, десктопный вариант, ноутбук, они не были выполнены. Программное обеспечение обновлять надо, это закон, это обеспечение безопасности вашего компьютера. Безопасность, защита от чего? От несанкционированного, в первую очередь, доступа туда, каких-то вредоносов. Потому что любая операционная система, любая программа выходит на рынок и в ней есть какие-то лазейки, которые сразу не закрываются, не отрабатываются и происходит все это в момент эксплуатации именно тогда, когда вы устанавливаете обновление системы. Плюс операционная система Windows 10, у нее два режима обновления, обновление безопасности, когда вот эти вот дырки закрываются, патчи так называемые устанавливают, плюс обновление системы, ведь смотрите, я сказал, выпустят десятку и она будет до 25 года жить. Раньше у нас была хикспеха, мы что поставили? Мы сами вручную переходили на другую операционную систему, сейчас у Microsoft все это сделано автоматом. Обновление системы, смотрите, 17.03, потом 17.09, 18.03, это по сути смена, причем иногда очень серьезная смена функционала операционной системы, это сродни замены более старой версии системы на более новой. Семерка меняется на восьмерку, раньше было так, сейчас она обновляет себя сама, при этом появляется новый функционал, кстати, вот далеко ходить не надо, пример-то, именно с 17.03 появился контроль памяти, вот это автоматическая чистка, до этого ничего не было. Так что обновляться надо, другое дело, что надо с ума, обновляться надо обязательно, это надо специальный семинар по обновлению, я так понимаю, делать, да? Ну, может быть, сделаем. Так, ручная, ручная чистка, коллеги, это все работает во всех версиях операционной системы, семерки, восьмерки, где угодно. Значит, для того, чтобы эту функцию запустить, первое, что мы с вами делаем, мы с вами, ну, проще всего, запускаем проводник, мне надо увидеть перечень вот тех логических дисков, которые у меня есть системы, и среди них, естественно, тот, который я собираюсь очищать. Какой диск очищать надо? Где вот этот мусор весь накапливается? Естественно, диск С, где находится сама операционная система Windows. Поэтому открыл проводник, щелкнул этот компьютер, увидел перечень дисков, и дальше правый щелчок, чтобы отобразить контекстное меню того диска, который я собираюсь чистить. Еще раз говорю, чистить надо в первую очередь, что логический диск С. Диск, где находится операционная система, там весь этот мусор накапливается. В контекстном меню выбирается пункт свойства, самый нижний. Здесь, вы знаете, все это в комментариях написано. Свойства. И у вас появляется окошко, кнопка, очистка диска. Страшное слово. Очистку диска щелкнул, и появилось окошечко. В этом окошкочке перечисляются все те объекты, которые будут у вас очищаться. Не бойтесь, здесь ни одного объекта, который привел бы к неработоспособности в результате его очистки, не приводится. Это все действительно те самые объекты, которые мусор хранят. Причем, вы можете всегда вот в списке какой-то объект не щелкать установленный здесь галочкой или не установленный. То есть не щелкать вот этот чекбокс, а щелкнуть по тексту. И вам коротко попытаются пояснить, что это такое. Вот посмотрите, здесь загруженные файлы программ щелкнули, и мне поясняют, что это такое. Так вот, я вам хочу сказать, вот если я очищаю, то не тем автоматом, а вот так очищаю. Чтобы самому запустить этот процесс и контролировать его. Причем, о себе говорю, это не значит, что вы все будете так себя вести. Я обычно здесь все галочки, которые доступны в этом списке, устанавливаю. Все, все, все. Пусть она очистит все. Хотя, хочу вам сказать, очистка некоторых объектов не приводит к увеличению производительности, то есть к быстродействию. Например, когда вы вычищаете файлы куки, у вас доступ в интернет к каким-то страничкам может чуть медленнее производиться. Ну понятно, куки для чего? Там запоминается, куда вы ходили, что вы делали. Здесь вам просто все это придется сделать еще раз, а так бы у вас, она не спрашивала, что вы хотите. Но это не страшно. Моя рекомендация, да. Моя рекомендация такая. Но еще раз говорю, еще раз говорю, что очистка некоторых объектов, мы говорили, медленно что-то работать становится, не приводит к увеличению. Выполнение каких-то функций, некоторые функции, они может быть даже чуть медленнее будут работать. Это в первую очередь то, что связано с работой в интернет. Когда мы кэши чистим и так далее. Причин замедления работы системы величайшее множество может быть. И когда возникают вот такие вот проблемы, первое, что начинается исследование, а из-за чего эта проблема случилась. Самое простое, что сделать? Очистить от мусора. Ничего не помогло, что дальше? Почему обязательно вирус? А дальше я озабочусь таким вопросом. А давно ли я пыль, пыль давно ли я вычищал из своего системного блока? Система охлаждения может быть неэффективно работает. Неэффективно работает система охлаждения. Приходите ко мне на курс ТОР, будем все это изучать. Да. А компьютер современный, на современном процессоре построенный, не хочет умирать от нерадивности пользователя, от перегрева. И что? И он себя спасает от этого перегрева, он начинает работать менее эффективно, но он переходит на меньшие тактовые частоты. Вот вам замедление. Исследовать проблему надо. В связи с очисткой от мусора, такое понятие, как дифрагментация виска. Это связано с проблемами и существует ваше? Это замечательный вопрос. Это замечательный вопрос. Вот после того, как вы очистили от мусора, может быть, есть смысл сделать дефрагментацию. Это вот только вот прежними средствами, которые вот под траву кнопку они всегда работали, а в десятке там что-то автоматическое? А в десятке, то же самое, между прочим, и в семерке, она автоматически запускает дефрагментацию. И семерка, и десятка, любая операционная система Windows автоматом выполняет эти функции. И первое, что делаю я у себя в системе, я этот автомат, естественно, давлю. По тем причинам, о которых я вам сказал. То есть это две связанные операции? Это как бы операции, связанные в каком смысле? Когда вы вычищаете свободное пространство, у вас на жестком диске появляются куски незанятой информации. То, что, собственно, и называется фрагментацией. Когда записанный на диск файл расположен в несмежных его участках. И когда доступ к этому файлу будет производиться замедленно, потому что механики диска приходится, там у нас головки магнитные летают над крутящимися блинами. Вот это вот механические перемещения, их становится больше. Так вот, дефрагментация, это собрать файлы в смежные участки, чтобы вот этих вот механических передергиваний головок было поменьше. Но это отдельная тематика. Это мы с вами сейчас, смотрите, начинаем говорить вообще, а как надо грамотному пользователю настраивать операционную систему свою? Мы этого на нашем коротком семинаре уже смотреть все не сможем. Давайте поговорим об очистке. Ладно? Так, значит, здесь я могу выбрать те объекты, которые буду чистить. Еще раз, здесь не перечислить на объекты, которые могут привести к неработу способности какой-то системы. И после этого щелкнуть по кнопочке ОК. И все будет здорово, все будет замечательно. Но смотрите, есть еще один режим. Очистить системные файлы. Вот если мы с вами опытные пользователи, нам говорят, щелкните в эту кнопочку. Щелкну я в эту кнопочку, и у меня, посмотрите, получится в окошке очистка диска появится еще вкладочка дополнительная. То есть я могу еще что-то дополнительно там очищать. Что? Я могу непосредственно из этого окошка удалять ненужные программы. То есть у меня есть программы, которые я не пользую. Я вот из этого окошка, щелкнув очистить, попадаю в окно удаления программы, я их удаляю. Плюс что еще? Контрольные точки восстановления можно удалить. Последняя самая контрольная точка восстановления в системе останется. Контрольные точки восстановления в этих контрольных точках система запоминает свое состояние на момент создания контрольной точки. В первую очередь настройки, которые были сделаны в системе. И если у вас система по каким-то причинам, вы там что-то переделываете, перенастраиваете, начинает работать плохо или вообще не работает, вы можете откатить ее на состояние, запомненное в контрольной точке, и таким образом вернуть ее в работоспособное состояние. Коллеги, приходите на мне на курс, и мы будем создавать сами контрольные точки и пользоваться ими. С этим понятно. И все. И будете очищать свою систему стандартными майкрософтовскими средствами. А есть еще море специальных программ. Одну из которых я вам сейчас вот здесь вот показываю. Программа Сиклина. Ну, фактически, самая-самая распространенная среди пользователей программ очистки системы. Очень хорошая, очень функциональная программа, совершенно бесплатная, русскоязычная, с очень простым и очень понятным интерфейсом. Я когда на курсе у слушателей своих спрашиваю очень часто, а какими программами вы пользуетесь для очистки? Они мне все называют программу Сиклина, больше никто ничего не называет. И это правильно. Программа Сиклина зарекомендовала себя хорошо. По крайней мере, я, будучи пользователем этой программы уже много-много лет, ни разу не сталкивался с ситуацией, чтобы после ее использования у меня в системе какие-то проблемы возникали. Она всегда очень корректно работает. Так вот, программу Сиклина вы можете совершенно бесплатно скачать вот с сайта, который здесь указан. Если вы используете эту ссылку, то вы сразу, вы сразу приходите на сайт и у вас автоматически запускается скачивание бесплатного варианта этой программы. Вот я пошел на ссылку, посмотрите, здесь вот, я сразу попал на сайт Сиклина и сразу сохранить. Сохраняется программа, инсталлятор, а дальше для ее установки надо запустить этот инсталлятор. Программу устанавливать все умеем. Коллеги, отзовитесь, пожалуйста. Если не умеем устанавливать программы, приходите ко мне на курс. Ну, а что вы хотите, за 45 минут нельзя же все, что в 16 часах рассказывается. Компьютер. За чьим? Нет, там у вас будет компьютер. Лучше на нашем потренироваться, а свой уже эксплуатировать грамотно. У меня вопрос, что это секретарь. Да. Можно определить, когда я вам очищаю? Я объясню, почему. У меня стоит секретарь, который каждый день сообщает две версии, что мне необходимо платить компьютер, хотя он тоже. А второе, вот сообщать, что лучше запереги на платную версию. Это будет всегда лучше на платную версию. Это какая бы программа ни была, не только Сиклинар. Второе, она вам постоянно что-то сообщает. Это нормально. Это Сиклинар в последних своих вариантах. Вот почему очень многие стали ругать программу Сиклинар. Фирма Переформ в свое время сделала эту программу, великолепная программа. Мы ее установили и мы ее запускаем тогда, когда нам надо, когда мы собираемся управлять этими операциями. Последние версии Сиклинара с тех пор, как Переформ был куплен фирмой Аваст, изготовителем антивирусов. Аваст сделал так, что после установки Сиклинара он у вас автоматом грузится и в системном трее торчит и начинает вами руководить. Сейчас я вас научу, как от этого избавиться. И вернуть Сиклинар в нормальное управляемое состояние. Значит, Сиклинар устанавливается, запускается установка. Что надо сделать, что советую? В правом верхнем уголочке список открыть и выбрать сразу русскоязычную версию. В русскоязычной версии убрать, если у вас уже есть. Вообще говоря, Google Chrome есть у всех, наверное. Если есть Google Chrome, не устанавливать его еще раз. Или же, если вам не нравится Google Chrome, вы им не пользуетесь, не устанавливать его. То есть, вот единственное, что надо убрать, вот это. Здесь есть возможность что-то настраивать. Померьте мне, стандартные настройки Сиклинара настолько хороши, что менять в них, как правило, ничего не надо. За редким-редким исключением. И устанавливаем программу. После установки у нас с вами, как всегда, на рабочем столе ярлычок появляется. Запускаем программу Сиклинар. Так, извините, я уже сам подумал, что у меня... Запускаю двойным щелчком. Здесь надо сделать один щелчок. Программа Сиклинар. Это очень хорошая, это очень функциональная программа. И здесь можно делать много различных, очень полезных пользователю операций. Мы с вами сейчас маленький кусочек возможностей Сиклинара, связанный с очисткой мусора, рассматриваем. Очистка мусора, это вот, посмотрите, кнопка очистка. Я ее выбираю, и вот здесь, в окне, я вижу, какие объекты Сиклинар будет в итоге чистить. Причем объекты самой операционной системы и объекты, связанные с приложениями. Здесь точно так же, как в стандартном средстве, галочку ставлю, галочку убираю. Опять, поверьте мне, здесь не приведены объекты, очистка которых может привести к неработоспособности системы. С другой стороны, а вообще с другой стороны, самое главное написано, как всегда, вот здесь примечание. Не знаю, не понимаю, лучше не трогать. Трогаю только тогда, когда начинаем знать и понимать. Это я к тому, что вот те стандартные галки, которые там есть, поначалу, если вы только начинаете использовать эту программу, ограничьтесь тем, что нам предложили разработчики. И что-то дополнять, какие-то еще дополнительные объекты чистить, или наоборот, снимать галки с очистки каких-то объектов, вы будете тогда, когда познакомитесь, а что это такое. Понятно? Это нормальный совет, это всегда не знаешь, лучше не трогай. Так вот, поэтому, запустив программу... Господи... Запустив программу, Вы щелкаете по кнопку «Анализ» и начинается анализ тех объектов, которые она может очистить. Вот этот анализ, посмотрите, у меня там вот прогресс-индикатор зелененький поверху заполняется. И по результатам анализа у меня появляется вот такой вот отчет. Вот здесь перечисляются объекты, которые она предлагает мне очистить. Я могу посмотреть, если я хороший специалист, я понимаю, что это такое. Поверьте мне, я уже давно не смотрю туда, потому что, еще раз говорю, она ни разу мне не сделала хуже. То есть, все, что она предлагает, с этим можно фактически с закрытыми глазами соглашаться. Она очень хорошая программа, она не вычистит что-то, влияющего на функциональность вашей системы. Поэтому, когда она Вам этот список очищаемых объектов выведет, Вы щелкаете в кнопку «Очистка», она Вам говорит, что эти файлы будут удалены, и Вы соглашаетесь с этим предложением. Дальше начинается очистка, а дальше отчет о проделанной работе. Все. Понятно. Понятно. Вот это примечание и то, о чем я Вам сказал. Вот в новых версиях слежение за системой. Значит, посмотрите, в настройках системы появился пунктик «Смарт-очистка». Смарт-очистка – это в некоторых, ну, чуть, может быть, более ранних версиях Сиклинера, это называется слежение за системой. Слежение за системой приводит к тому, что у Вас программа загружается автоматом в оперативную память при старте компьютера. В системном трее мы видим значочек этого Сиклинера. И она Вам начинает давать советы, иногда очень надоедливые советы. А вот давай-ка почисти и так далее, и так далее. Новая версия, она Вам... Нет, но новая версия – это, может быть, и хорошо. Поэтому она предлагает загрузить новую версию, переключает на платную. Вы с этим один раз столкнулись. Больше Вы на эти предложения не реагируете. Если появляются новые версии, идете вот по той ссылочке, которую я Вам указывал. С этой ссылочки Вы всегда получаете самую последнюю актуальную версию Сиклинера. То есть Вы ее опять просто оттуда скачиваете и поверх старой заново устанавливаете. Такой апгрейд делаете. Так вот, коллеги, для того, чтобы этого не было, чтобы она не грузилась при старте, Вы просто заходите вот сюда, запустив Сиклинер. Мы с Вами говорили о функции очистка. Вы заходите вот сюда, вот в настройках, в смарт-очистка и отключаете эти две галки. Нижняя галка без верхней не работает. Надо обязательно отключить верхнюю, следить за системой. После этого появляется возможность отключить смарт-очистку. Понятно? Ну и плюс еще один момент. Как и любое другое программное... Вот я просто взял и отключил все это, видите, да? И здесь, и здесь галку убрал. Она говорит, ты хорошо подумал. Ты правда хочешь отключить эту функцию? Говорю, да, я подумал, хорошо, я люблю все делать сам. Я это отключаю. И плюс еще одно. Как и множество других современных программ, программа Сиклинер пытается собрать у нас какие-то данные. Она, как всегда, говорят разработчики, это для чего все сделано. Ну так у Майкрософта, да? Это все для того, чтобы улучшить программу и так далее, и так далее. Если вас такой сбор данных смущает, вы можете от этого сбора данных, это здесь же в настройках конфиденциальность, отказаться. Понятно, что говорю? Это уже ваше правило. В операционной системе Windows отказались от сбора данных о вас? Ну, значит, вас это не очень страшит. Меня это тоже не страшит. Есть люди, которые вот... А я говорю, они, ну, от меня каких-то там, ну, таких данных, которые как-то на мою жизнь могли бы повлиять, но собрать не смогут. Они по их заявлению собирают данные, которые относятся к улучшению работоспособности. То есть ваши паспортные данные и номера счетов банковских они не собирают. Они так говорят, по крайней мере. Ну и дальше, как относитесь вот к этим заявлениям, это ваше личное отношение к всем. Мы почему-то после того, как появилась Windows 10 и Microsoft в открытую сказала, что да, мы собираем данные, чтобы улучшать эту систему, стали со страшной силой ругать Microsoft, что восьмерка о нас данные не собирала, или семерка не собирала о нас данные. У вас на смартфоне Android стоит? Google от нас столько всего собирает, что Microsoft до этого еще расти и растет. Почему-то мы смартфоном пользуемся, и нас это не смущает нисколько. А у Microsoft почему-то смущает. Вот меня не смущает. Но у всех свое собственное отношение к этому сбору, как говорят, конфиденциальной информации. Средства очистки Windows, соответствующие версии, они самодостаточны. То есть они не требуют вот этого дополнения. Хотя CCleaner, по идее, должен быть более гибкий. CCleaner более гибкий. На мой взгляд, CCleaner лучше чистить. Если он обновляется. CCleaner лучше чистит систему, чем стандартное строенное средство. И кроме очистки мусора, в CCleaner есть еще много-много очень полезных функций. Вот этим мы с вами не говорим сегодня, а очистки реестра. А конфликтов между ними не бывают? Никаких конфликтов не бывает. То есть можно при десятке поставить? Конечно. Вы можете тем и другим способом чистить. Значит, я сравнивал свое время. Очищаешь Microsoft, и вслед за ним еще раз Microsoft запускаешь. Она говорит, а нет у тебя больше мусора? А запускаешь CCleaner, она говорит, вот у тебя есть еще мусор. Я почему говорю, что, на мой взгляд, CCleaner лучше чистит, чем Microsoft. То есть она еще вычищает то, что Microsoft почему-то не считает мусором. Так. И посмотрите, здесь есть очистка системного реестра. Ну так это же важнейшая функция. Почему медленно работает? Да потому что в реестре столько грязи собралось, что найти какую-то полезную функцию, какой-то полезный режим. Это база данных. Чем больше база данных, а накопление мусора в реестре, это разрастание этой базы данных. Так ведь? Соответственно, тормоза в системе. Мы сейчас не говорим об очистке реестра. Вот здесь эта функция есть. А у Microsoft вообще нет функции очистки реестра. Реестр это база данных, в которой накапливается информация, о настройках вашей системы. Все, что связано с настройкой системы, как она выглядит, какие вы установили драйверы, какие программы, где они находятся и так далее. Весь функционал вашей системы описывается в специальной базе данных, которая называется реестр. Когда вы какую-то программу устанавливаете, откуда система знает, что она установлена у вас в системе? Информация о ней записывается в реестр. И когда вы щелкаете по ярлычку программа, откуда система знает, где эта программа находится, и с какими настройками ее запускать надо. Вся эта информация где хранится? В системном реестре все это хранится. Я рекомендую его чистить обязательно. Реестр надо чистить обязательно. Но мы с вами сейчас об очистке реестра ничего не говорим. Мы говорим об очистке мусора, временных файлов. А очистка реестра это как бы отдельная вещь совершенно. Можно сказать об очистке реестра, но только я вам тогда не смогу это все сейчас показать, потому что у меня этого нет где на презентажке. А, господи. Это вот в моей операционной системе. Не самая последняя версия программы Сиклинар установлена. Представляете, я вот ее запустил, да? Это реестр. Ничего не знаю и не понимаю, что такое реестр. Нажимаю кнопку поиск проблем. И она мне показывает те записи в системном реестре, которые, по ее мнению, являются мусором. Видите? Сейчас много-много-много всего покажет. Ну, потому что это все-таки моя система, с которой я работаю иногда. Она немало показала, посмотрите. Полосаж прокрутки тут и есть. Ну, у меня прокрутки. Вот, как софи, памятник. Ну, так хорошо, значит, у вас немного мусора в реестре. Вы не так много программ ставите, удаляете и так далее. Коллеги, работаем как чайники. Да? Не очень хорошо понимая. Так вот, программа Ccleaner хороша опять-таки тем, что за время моей эксплуатации этой программы, она ни разу из реестра при очистке не вытащила что-то такое, не убрала оттуда, что повлияло бы негативно на работоспособность моей системы. Поэтому для опытного пользователя можно все это поизучать и поуправлять, что чистить, что не чистить, галочки соответствующие. Поверьте мне, она здесь, как правило, указывает именно на то, что действительно является мусором. Так вот, получив такой список, кнопка исправить и начнется очистка реестров. И все. Но это не тот функционал, о котором мы с вами должны были побеседовать сегодня. Программа Ccleaner хороша всем. Программа Ccleaner немножечко себя испортила тем, что стала автоматом запускаться при старте, но мы с вами посмотрели, как можно задавить эту функцию, и она вернется в свой нормальный функционал, который был у нее изначально. Коллеги, понятно? Понятно. Теперь смотрите. Вот эта презентажка, вот эта презентажка, чтобы вы могли до нее добраться. Сейчас я эту презентажечку быстренько скажу, где вы ее можете взять. Вот это вот, либо фотографируйте, либо списывайте без ошибок эту ссылочку. Коллеги-вебинаровцы, вы, соответственно, делаете то же самое. Это ссылочка на Яндекс. Пользовались когда-нибудь чем-нибудь подобным? Я ее оттуда не буду убирать. Ну, я не знаю. С полгода это точно совершенно, не волнуйся. Вы запускаете любой совершенно браузер, любой совершенно, ну, смотрите, сейчас я скопирую эту ссылку. Нелюбимый многими Explorer я сейчас здесь запускаю, да? И пошел на эту ссылку, на этот Яндекс.Диск. Как очистить компьютер от мусора? Вот моя презентажка там лежит. Скачать. И забирайте ее к себе. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас ссылку верну, конечно. Вот эта ссылка. А ну, знаете что, надо же было вот так мне сказать, я бы давно это сделал вот так вот. Крупнее. Презентация будет с ссылками на Сиклено? Да. То есть не надо было списывать? Не надо. Не надо. Презентацию я постарался сделать вот в фактически приближенном к нашим реаграм действиям. делай раз, делай два, делай три щелка и получил то, о чем мы с вами беседуем сейчас. То есть действительно по шаговой инструкции. Такое ощущение, что мы с вами уже немножечко перебираем отведенное нами время. Коллеги, вот это, ну это то, что, собственно, я вам собирался рассказать, и что я мог вообще говоря в эти 45 минут уместить. Ну плюс еще даже что-то дополнительное, связанное с очисткой системного реестра. А очистка автозагрузки тоже может быть? Или кто-то отдельный тема? Для того, чтобы очищать автозагрузку, надо четко знать и понимать, что у вас там стартует. Как бы не очистить что-то такое, что приведет к неработоспособности, к нестабильности какой-то системы. Коллеги, очищать можно все, но очищать сознание дело. Вот такой совет могу дать. Заходите в поисковик, в поисковик, любой, и набираете в поисковике запрос очистка автозагрузки Windows. Получаете море статей, в ответ море советов, когда люди, опытные специалисты, говорят вам, что оттуда можно безболезненно, по их мнению, удалить. От чего можно избавиться? Вы все это читаете и начинаете методом научного тыка применять эти замечательные сведения к чему? К своей собственной системе. Только по шажкам. То есть не все сразу скобом, а как по чуть-чуть. Можно так. — Пожалуйста, там в имени E, W, W. — Они разные, я имею в виду. — Большая и маленькая. — Первая маленькая, вторая большая. — Да. Последняя тоже маленькая. — На семерке есть обновления? — На семерке я уже не вижу больше обновлений. Как бы вообще Microsoft поддержку-то закончил в семерке. Так, коллеги, вопросы есть у вас? Всем вам огромнейшее спасибо за внимание. Еще раз всем вам спасибо за то, что вы нашли время и пришли сюда к нам. И всех вас жду на курсах. Это вопрос не ко мне, это вопрос к нашим админам. Они лучше меня знают, мое расписание. Я просто очень за час пытался и потом мне пишет. Зайди. Я вот сюда в свою очередь в Яндекс зашел. Это у меня iOS, соответственно. Я сюда забил. — И вы четко совершенно повторили без ошибок? я вчера пытался зайти на Яндекс диск с компьютера, а не с телефона. — Ничего, это за самим он у меня дарил так, потому что у меня какие-нибудь проблемы с Яндекс диском. — Но такого не бывает. — Потому что он мне как бы приязвит, мне хочется соответствовать. Ну ладно, я попробую еще. Спасибо вам огромное. — Попробуем еще раз лучше. И опять, мы можем это неправильно, но тем не менее. Вот, как работать с Яндекс диском в поисковике? — Они вам все подробно разговаривают. — Спасибо, Михаил. — Честно, одну секундочку. Значит, коллеги-вебинаровцы, всем вам огромное спасибо за внимание. Я с вашего позволения вебинар буду, трансляцию вебинара буду заканчивать. Спасибо вам и до, надеюсь, следующих встреч.